приветствую всех вы на канале след истории сегодня речь пойдет про февральскую революцию и малоизвестные факты об этом какое отношение к революции имеет международный женский день и как женщины запустили смену власти в стране февральская революция вспыхнула в тандеме с празднованием международного женского дня и женщины заняли значимое место в эпицентре этого революционного перелома на утро 23 февраля 1917 года эквивалентного 8 марта по григорианскому календарю петроградские улицы оживились под влиянием женской энергии стартовавший на выборской стороне митинг принял первых активисток рабочих фабрик что заложило начало натиску на перемену девизом женщин стали четкие требования прекратить войну обузу дороговизны улучшить положение женщин-тружениц на выборской стороне события взяли неблагоприятный оборот неурядицы произошли из-за недостатка хлеба записал в своем дневнике александр бенуа художник и свидетель тех дней этот момент прокладывает путь к началу февральской революции среда города наполнилась напряжением снегопад закрыл пути поставок хлеба и товары были моментально вырваны с полок очереди перед магазинами в которых преобладали женщины стали наглядным проявлением тревожной атмосферы женщины находившиеся в этих очередях легко приняли лозунги митингующих рабочих и присоединились к движению они также выдвинули требования вернуть своих мужей сыновей и братьев из длительной войны которая продолжалась многие годы уход императора николая второго в могилев 22 февраля еще больше разжигает пламя петроградские рабочие женщины уже имели опыт празднования женского дня к 1917 году этот день впервые был отмечен в российской империи в 1913 году но затем празднование было нерегулярным в начале 20 века в столице появились организации боровшиеся за равные права женщин и мужчин среди них были русское женское взаимно благотворительное общество союз равноправия женщин и женская прогрессивная партия маленький митинг который начался на выборской стороне быстро расширил свои границы слова на невский стали призывом который подтолкнул петроградских революционеров к активным действиям в истории русской революции льва троцкого было замечено что женщины действовали более решительно чем мужчины волнение заставили их даже стремиться к оружию и убеждать солдат присоединиться к демонстрации оценки историков свидетельствуют что около 130 тысяч рабочих с 50 предприятий приняли участие в протестах в тот день таким образом почти каждый третий рабочий петрограда вышел на улице подавая пример остальным женщины стали двигателем двинувшимся к центру города дороги были заблокированы полицией но демонстранты находили способы продвигаться кто-то пошел по замерзшему льду кто-то избегал конной полиции сам николай второй как кажется был мало тронут событиями в столице в этот день он записал в дневнике все свободное время читал книгу о завоевании гали и юлием цезарем обедал с иностранцами и нашими вечером писал и пил чай с остальными в его отсутствие в могилеве женщины рабочие петроградские объединились вечером они подошли к центру города на суворовском проспекте люди двигались в сторону невского игнорируя приказы полиции лозунги оставались неизменными несмотря на постоянно меняющийся состав митинга протестующие требовали достаточного питания и окончания кровопролитной войны эта демонстрация закончилась мирно но ее размах стал импульсом для дальнейших событий на заседании госдумы депутат матвей скобелев представитель умеренного крыла российской социал-демократической рабочей партии заявил эти бедные почти голодные дети их матери жены домохозяйки терпеливо ждавшие хлеба в течение двух лет наконец вышли из молчания после этой первой демонстрации петроградский городской глава передал военным часть своей власти осознав масштаб народных движений последующие события не унеслись лишь на этот день всеобщая забастовка началась в петрограде в которой участвовали более двухсот тысяч рабочих производство остановилось митинги возникали по всему городу которым присоединялись не только рабочие но и студенты полиция была пассивной а военные стали защищать административные здания недовольство масс накапливалась и они готовы были выразить его на улицах день женщин стал первым аккордом революции не останавливаясь на достигнутом петроградские женщины продолжали двигаться вперед в день отречения императора россии организации женщин отправили заявление временному правительству высказывая требования участия женщин в учредительном собрании после они повторили свой протест 19 марта на этот раз за гражданские свободы и всеобщее избирательное право сорокатысячная демонстрация прибыла к таврическому дворцу где находилось временное правительство председатель госдумы михаил родзянка вынужден был обещать разрешить женский вопрос летом 1917 года правительство приняло закон предоставляющий женщинам старше 21 года право голоса на выборах таким образом россия стала первой великой державой где женщины получили равные избирательные права с мужчинами